Для того, чтобы немножко больше узнать о новых технологиях, а именно это Relay и GraphQL. Я работаю с ними непосредственно где-то порядка трех месяцев с момента их выхода. И сегодня я бы хотел поделиться своим опытом и тем, с чем я столкнулся, и что вообще это мне помогло или не помогло. Вот. Сначала о том, о чем мы будем говорить. Это история немножко будет, потом я расскажу про GraphQL, Relay. И, наверное, меня не видно, да? Я не шарю экран. Да, ты не шаришь экран, я видел только мой экран. Извините, мужики. Вот. Вам видно мой экран? О, болела, спасибо. Извините. Да, в общем, о чем будем говорить. Немножко будет истории, потом я расскажу про GraphQL, Relay, и будет небольшое демо. Вот. Если у вас возникнут какие-то либо вопросы, постарайтесь запомнить их и задать мне после демо. Вот. Есть такая компания Facebook, которая в 2013 году зарелизила React. Первое упоминание о React можно было бы найти на их блоге в последующей дате, 5 июня 2013 года. Первый коммит на GitHub в этот репозиторий был осуществлен 29 мая 2013 года. Последний коммит, который относится к React, датирован 21 день назад, но это было 3 дня назад, так что где-то 24 дня назад был зарелизен новый React. Когда Facebook зарелизили React, они не сказали, как с ним работать, это был просто вью-леер. То есть, что с ним делать, мало кто мог представить, и многие делали, допустим, его как вью-леер в бэкбоне и заменили вьюху бэкбона на реактовскую. Потом они зарелизили Flux. Это ихний application architecture, который они юзают у себя в Facebook или в каком-нибудь другом приложении, которое они используют. Первое упоминание о Flux было через год после выхода реактора. И тут они показали, как работать непосредственно с этим вью. То есть, они добавили еще чуть экшена и сущности. Но возник вопрос, откуда же брать данные асинхронно для наших компонентов. И через год они представили такую технологию, как GraphQL. И первая статья, которую вы можете найти, датирована 1 мая этого года. Первый коммит в GraphQL.js был осуществлен 17 июля. Последний совсем недавно. То есть, как вы видите, технология довольно свежая, еще даже нет первой версии. Потом, вот они сказали, что они используют для того, чтобы тянуть данные. Это GraphQL. Но как их связывать непосредственно с React-компонентами? Для этого они зарелизили Relay. И сделали они это тоже сравнительно недавно. Первое упоминание Relay датировано 11 августа этого года. Первый комминт в React Relay этого тоже 11 августа. И последний совсем недавно. Как вы заметили, версия тоже довольно-таки нестабильная, потому что еще даже нет первой. Вот. Что же такое GraphQL? GraphQL — это query language, по сути. Вот это определение взято непосредственно с самой спецификации. Но основные моменты — это то, что GraphQL интуитивный и довольно-таки гибкий. Вот. GraphQL построен на следующих принципах. Он иерархичный, он ориентирован на продукт, он строго типизированный. И у него, его query подходят клиенту, как бы там так написано. И introspective. Вот этот пункт, типа, они описывают тем, что ты можешь сам вызывать, ну, то есть ты описал схему GraphQL, и ты можешь эту схему вызывать непосредственно через сам GraphQL. То есть ты можешь вызывать GraphQL или с GraphQL, как-то так. Вот. Представим, нам нужно сделать какой-то get-запрос. Допустим, все, кстати, мои примеры будут относиться к дате, которая взята из «Игры престолов». Если кто-то из вас смотрел этот сериал. В общем, есть там такой персонаж Джон Сноу, и представим, вам нужно его получить. Вы бы писали, наверное, что-то типа такого. Типа, get-запрос на такую-то урлу, и у вас бы был бы query-параметр name.johnsnou. И вы бы примерно получили следующий ответ. Но вопрос. Если вы хотите получить какой-нибудь другой ответ, как вы можете это сделать непосредственно с самого запроса? В данном случае никак. Вам нужно всегда знать, что вернет вам сервер. С GraphQL немножко по-другому. Квери в GraphQL выглядит следующим образом. Вы описываете именно то, что хотите получить. И ваш респонс выглядит так же, как и он выглядел бы с этим. Скажите. Вот такой бы вы получили респонс. Но если бы, допустим, вы хотели получить только name и isDate, вы бы с этой query убрали все лишнее, получали бы только эти два филда. Если вам нужно сделать get-запрос на несколько каких-то чуваков, вам надо было бы написать какой-то другой entry point на вашем бэкэнде, куда вы бы отправляли запрос и передавали туда query. С GraphQL немножко по-другому. Вы описываете, допустим, фрагменты для нескольких чуваков. То есть вам надо получить John Snow и еще кого-то. И просто их запихиваете в какой-то парент этих компонентов. И в итоге вы получаете массив этих объектов. Вот. И опять же, если вам нужно убрать что-то из респонса, вы это делаете непосредственно в самих query. То есть вам не надо идти на бэкэнд и удалять что-то из самого респонса. Если вам нужно обновить что-то, допустим, убить кого-то, как это часто бывает в игре престолов, вы бы отправили, наверное, какой-то бы put на какую-то такую-то url и передали бы в этот put, наверное, еще какую-то дату. Типа вот, кого убить? Убить от Джеффри Баратеона. И вам бы вернулось что-то типа такого. Он умер и причина. Вот. Когда вы хотите изменить данные с помощью GraphQL, вы используете мутейшены. Мутейшены как бы не имеют никаких подтипов. Типа создай новый, обнови новый, удали какой-то. Вы сами это описываете, когда описываете свою GraphQL-схему. В данном случае мутейшен бы для того, чтобы убить Джеффри Баратеона, выглядел бы следующим образом. Это был бы мутейшен, в него приходил бы name, и этот мутейшен бы возвращал из DeadPirism. В этот бы мутейшен вы передавали точно так же бы какое-то тело, и ответ бы выглядел бы точно так же. Но с мутейшеном, если вам не нужно какой-то филд из респонса, вы можете его легко убрать из самого мутейшена реквеста. Какие типы можно использовать, когда вы описываете вашу GraphQL-схему? Это как бы скалярный int, flow, string, boolean, id. Они все созданы с помощью Scalors. Есть такой GraphQL, object, scolor type. И вы не можете написать ни int, ни float, ни new string. Но любой из этих типов является уже непосредственно инстансом. И есть более сложные типы, такие как скаляры, объекты, списки, интерфейсы, юнионы, энамы и non-null. Non-null это required, вам нужно сделать какой-то филд required, вы просто пишете new non-null и передаете туда какой-то филд. Самый частый тип, с которым вам придется сталкиваться, это скорее всего будет объекты. Потому что ваши квери будут как бы больше похожи на вложенные. Объекты друг в друга, так же как было у меня в примерах. Поэтому вы часто, скорее всего, будете использовать их. Вот. Это то, что по схеме и ее типам. Есть реализации GraphQL на нескольких языках. Изначально был только JavaScript, GraphQL, JS. Потом они зарелизили еще на несколько. Вот список тех, которые доступны, можно найти здесь. Еще в конце будет ссылка, где можно вообще найти, и типа прям ссылку на GitHub, где они есть. Вот. Это то, что касательно GraphQL. Резюмируя, я хочу сказать, что GraphQL очень удобная штука. И ей, ну, с помощью GraphQL можно легко описать какой-то бэкэнд и тянуть какие-то квери, которые были бы очень понятны и интуитивны. Плюс есть Smart IDE, которая позволяет вам проверять эти квери непосредственно без клиента. И я чуть дальше в демо покажу, как это делать. Вот. Вот с этим разобрались. В принципе, тут, как бы, я думаю, если будут вопросы, они будут там после демо, и я потом вернусь к ним. Вот. Relay. Что такое Relay? По сути, как они это позиционируют, это Data Fetching Framework для аппликейшенов. Но все, что делает Relay, по сути, это тянет дату в ваши React-компоненты и предоставляет эту дату перед тем, как компоненты будут отрендерены. То есть компоненты будут всегда с датой. Вам не надо париться о том, что нужно где-то что-то слушать и что-то куда-то передавать. Вот. Еще также Relay позволяет изменять эти данные непосредственно с помощью самого Relay. Вот представим, что мы хотим описать какого-то персонажа из Игры Престолов в React-компоненты. Мы бы сделали это примерно как-то так. Вот. И сюда бы как-то передавали бы эту дату. То есть у нас бы был бы парн, который рендерил бы этот Charakter, и туда бы приходил бы этот проб Charakter, который бы там содержал name, photo, is that. К примеру, если вы бы использовали Relay, вы бы просто возвращали не React-компоненту, а Relay-контейнер, который описывал то, что нужно этой компоненте для того, чтобы она трендерилась успешно. Если вы посмотрите вниз этого пайлика, там будет написано Relay-create-контейнер, какой именно врапнуть контейнер, и что именно я хочу получить. Вот. Ключевой момент — это фрагменты. Это как раз те фрагменты, которые я упоминал, когда рассказывал о GraphQL. Фрагменты могут быть вложены друг в друга, то есть вы можете делать цепочку из фрагментов. И так же, как компоненты будут вложены друг в друга, вы можете делать цепочку из фрагментов. То есть не делать несколько запросов на то, чтобы отрендерить одну пейджу с React-компонентами, у которых есть какие-то потребности в дате. У вас был бы один запрос, который собрал бы все фрагменты по всем компонентам и просто бы отрендерил их уже с даты, которая им нужна. Вот. Как бы выглядел ваш маленький Relay Application? Вы бы заимпортили этого чаректора, написали бы какой-то road, просто отрендерили его в root-контейнере. Такое небольшое замечание. Road в Relay никак не относится к истории браузера. То есть он не делает ничего, что связано с историей, никак не хендлит то, что вы ходите между страничками и так далее. И это немножко конфьюзит, когда вы первый раз с этим сталкиваетесь. Потому что если в вашем приложении есть несколько роутов, вы думаете, что вам не нужен роутер, который использует React. React-роутер, к примеру, вы бы использовали React-relay-роутер, но на самом деле нет. Эти роутеры нужны только для того, чтобы задать изначальный старт вашей query для какой-то определенной компоненты. Если посмотреть в этот роутер, то тут есть query-character, который принимает непосредственно компонент, и берет фрагменты этого компонента. Также этот роутер принимает параметр name, чтобы вы могли сделать какой-то request по какому-то определенному филду. Вот с этим моментом тоже могли бы быть у вас проблемы, если вы не нашли никакого нормального примера, потому что в документации, в принципе, мало об этом, что сказано. Еще ключевой момент. Если вы хотите рендерить какую-то компоненту, которая не является в root-контейнере, то есть вот у нас есть character, он в root-контейнере, и это relay-компоненты. Если бы в character был бы еще какой-то компонент, который не являлся relay-контейнером, а в этом компоненте, который не является relay-контейнером, был бы компонент, который является, и вам нужно для него какую-то дату затянуть, то вы бы его врапали в root-контейнер и рендерили бы непосредственно root-контейнер. То есть можно создать несколько root-контейнеров на один аппликейшн. Это просто как бы точка отсчета вашего запроса. И все. Основные параметры и пропсы, точнее, которые нужно передавать в root-контейнер, это компонент, который рендерить, ну, точнее, старт-поинт компонента, и root, который никак не относится к истории браузера. Вот так бы выглядел бы ваш маленький аппликейшн, чтобы получать какую-то инфу для какого-то определенного чаректора. Но возник вопрос, как же менять эти данные? Есть мутейшн. Вот. Вот представим, что у нашего чаректора добавился метод Rewire. Типа, воскреси. Вот. Есть instance relay store, он один на аппликейшн, который содержит в себе всю дату, которая была когда-либо заветчена через мутейшн, через queries. Есть в этом один, типа, небольшой нюанс. Вы не можете никак сбросить этот кэш. То есть, если у вас приложение логин, вы что-то там залогинили, сделали, затянули, вы делаете логаут, вы не можете сбросить и кэш, вы только должны перезагрузить страничку. И об этом тоже чуть дальше, это будет там в pros и cons. Ну, в общем, вы столкнетесь с многими проблемами, которые до вас никто не решал с этой технологией. Вот. Основная фишка store в том, что у нее есть один метод пока только. Это апдейт. Он принимает в себе мутейшн и колбеки на success и на failure. Мутейшн будет чуть дальше, но основная идея это в том, что store принимает мутейшн, типа, сделай апдейтни store по этому мутейшну, и когда что-то произойдет хорошо или плохо, ты можешь сделать с этим дальше, самое же, что захочешь. Мутейшн выглядит примерно так. У него есть 4 основных момента. Это 4 метода точнее. GetMutation говорит, точнее, он говорит store, какой взять мутейшн, чтобы обдатнуть схему. Мутейшн, вот этот, отрывает шарактер, он написан на бэкэнде. То есть вам надо знать, что именно есть такой мутейшн, чтобы его вызывать. GetVariables – это метод, который типа сетает вводи ваш реквест. В нашем случае нам нужно ID и name, чтобы сделать что-то с шарактером. GetConfix говорит, что нужно сделать после того, как мутейшн пройдет успешно. В данном случае нужно изменить филды по ID-шникам Characters. Если вы этого не сделаете, ваш UI не перерендерится. И GetFedQuery говорит о том, что после того, как мутейшн пройдет, вот мне нужно фильтрывайр получить, и он бы пришел мне в респонс на онсаксесс. Вот так выглядит этот мутейшн. В принципе, ничего сложного, но когда вы пытаетесь делать что-то другое, у вас возникают проблемы, которые вы ищете, пытаетесь найти, и кто-то уже даже там что-то пробовал. Вот. Какие есть плюсы в GraphQL? Он строго типизирован, он очень понятен. У него есть вот эта крутая IDE, и документация тоже радует. Плюс есть комьюнити, который довольно неплохо его поддерживает. Из недостатков я хочу отметить в том, что когда вы пишете GraphQL схему, ваши квери не соответствуют тем кверям, которые, могут не соответствовать тем кверям, которые вы бы хотели использовать в Relay. Там есть некоторые ограничения, непосредственно у самого Relay, для того, чтобы тянуть какие-то данные. То есть вам, допустим, вы на первом уровне вложенности не можете получить массив объектов, вам надо этого что-то обернуть, только тогда получать. И таких ограничений там несколько. И после этого вы сделали свою GraphQL схему, попробовали, начали писать Relay, и все. Типа все по-новому, потому что схема не соответствует тому, что вам нужно. Вот. Есть такой еще момент. Вот ищутся на GitHub у GraphQL.js. 40 открытых, 78 закрытых. В принципе, довольно неплохо. Relay. Какие плюсы я хочу вынести к Relay? Это то, что когда вы в момент рендеринга, вам не нужно следить за тем, что данные должны как-то куда-то прийти. То есть они всегда будут, если это Relay контейнер. Плюс тоже можно отнести, что дата кэшится. То есть если вы делаете реквест первый раз, и потом делаете второй раз, у вас реквест не пойдет, потому что дата уже закэшена. И он знает, типа если ничего не изменилось на клиенте, то не надо ничего тянуть с бэкэнда. В этом как бы плюс, но в этом и минус, потому что вы никак не можете дропнуть эту кэшеную дату. Вот. То, что я говорил, handling data updates, это то, что вам не нужно handling никак то, что дата апдейтится. Ваши компоненты всегда будут up-to-date. И да, довольно небольшой комьюнити. Многим людям нравится идея, но пока реализация не очень. И также плюс в том, что вы можете вкладывать Relay контейнеры в Relay контейнеры, что позволяет вам делать один большой запрос на один скрин, допустим. И больше вам не надо. То есть вы не делаете по 10 запросов маленьких, чтобы получить какие-то кусочки даты, которые отрендерятся. Из минусов я бы отнес документацию. Она ужасная. Просто ее почти нет. Там какие-то примеры, и они не относятся к реальности. Вы хотите писать application, и все, вы сталкиваетесь с тем, что у вас ничего не работает. Примеров тоже довольно мало, и они, допустим, не всегда работают. То есть вы такие нашли на GitHub пример, склонили его, написали npm install, а потом заранили, и ничего не работает. То есть там какой-то пакет уже обновился, и все. Caching data. Это о том, что я говорил, что нельзя сбросить никак кэш, который как бы был у сторы, но там уже есть ищи, они как бы над этим работают. И непосредственно то, сколько возникает у людей вопросов, когда они используются этим релеем. Вот это статистика. 61 открытый, 201 закрытый. И это всего за 3 месяца. Примерно. Если сравнивать с GraphQL.js, то тут как бы намного больше. Вот. И сейчас у меня будет, наверное, небольшое демо. Вот. Вот так выглядит это Smart IDE. Она разделяется на 4 области. В первой вы пишете query, во второй вы видите результат этой query. Есть еще документация по вашей схеме. Очень удобная штука. Вот это root. У меня есть query и mutation. В query у меня есть вот такие вот рутовые филды. Я могу зайти в любой из них и посмотреть, из чего он состоит. Он состоит из ID листа. Я захожу в лист и смотрю, что лист состоит из следующих айтемов. Точнее, айтемов, которые содержат следующую информацию. Вот. И эта документация очень помогает, когда вы не знакомы с аппликейшеном, вы можете просто зайти и посмотреть, что, как и реализован. Плюс, когда вы пишете саму query, тут есть автокомплиты. То есть, вам подсказывает непосредственно сама IDE, чего не хватает, точнее, что можно еще дописать. Там, name уже есть, is dead, допустим. Is dead можно сюда добавить, и он вернется, если посмотреть на результат. Вот. Если я не хочу там только получать family ID, к примеру, я просто это убираю и получаю только family ID. И все. Вот эта query показывает, как можно затянуть лист айтемов по какому-то критерию. В данном случае family ID. То есть, есть у меня персонажи, которые принадлежат каким-то семьям. Каждый персонаж знает, в какой семье он состоит. Я передаю туда family ID и могу это как бы получить. Также я могу получить там персонаж этого. вот этот ID это закодированный ID, который есть у вас там в базе, плюс уникальное слово, допустим, family, и это все в B64. Если это скопировать и открыть в консоли такой вот, попробовать в консоли такой метод, который делает из B64 читаемый вид, то вы увидите, что у меня есть уникальный ключ family и сам ID непосредственно. вот это помогает вам тоже находить некоторые ошибки, которые возникнут у вас в момент реализации схемы. Вот. Также тут я написал примеры, query, которые вы делали там по какому-то определенному ключу, просто получить всех каких-то чуваков, точнее, получить все регионы, которые есть в Эстеросе, допустим, и так далее. Вот. Ну непосредственно сам пример. Вот это вот Вестерос. Вот у него есть регионы, их тут 10. В каждом регионе, допустим, в The North есть какие-то чуваки. Вот. У этих чуваков есть, уточнее, у этого региона есть family ruler. В данном случае это дом Старка. У этого, у этой семьи есть, конечно же, свой лозунг Winter is Coming. И также есть citizen. Это все те, кто относятся к этому региону. Как вы видите, кроме самих Старков, тут есть такой чувак, как Рэмси Сноу, которого можно убить. И, если что, восстановить, конечно же. Вот. И так, в принципе, по всем регионам. Вы можете куда-то заходить. Где-то, конечно, не будет персонажа и так далее. Если посмотреть, как идут запросы, когда вы пытаетесь делать какие-то апдейты по непосредственно сами мутейшены, то они вот идут вот довольно-таки быстро. То есть, если бы, допустим, ваш запрос отрабатывался бы несколько секунд, вы бы могли описать оптимистический апдейт для вашего реквеста. То есть, вы уверены, что когда вы нажимаете на человека, он умрет, допустим. И вам не нужно ждать апдейт с самого реквеста, точнее, вам не нужно ждать респонс, вы можете указать в вашем мутейшене оптимистический апдейт для определенного кейса. В случае, если ваш апдейт завалится, он просто ревертится. И вы увидите последнее состояние, которое соответствует тем данным, которые пришли с сервера. Вот. Запрос выглядит очень странно, кстати. Тут вообще жесткач. Все запросы, даже те, которые тянут данные, они пост. Вот. Запрос выглядит как вот мутейшен и там что-то там. Вот. Если открыть в консоли, то он выглядит вот так вот. Да. В принципе, вы можете использовать постмен и попробовать без релея тянуть какие-то данные через ваш GraphQL. Но вам нужно будет изощряться непосредственно в самих запросах. Вот. Кстати, когда вы затянули данные, видите, я открыл этот дом, у меня не идет никаких реквестов, потому что я уже как бы получил всех чуваков. У меня там хоть и написано, что когда я открываю, я должен получать данные, но в данном случае я уже ничего не получаю, потому что все уже закешено. давайте откроем тот, который там, не знаю, вот этот. Вот этот запрос. Вот тут вернулось. Да, вот типа то, что я потянул, то мне и вернулось. Если я бы, допустим, хотел убрать какой-то филд из самого релея контейнера, я бы его убрал и тут бы он бы не приходил. То есть, я бы получал только то, что мне нужно. А сейчас, если ты убьешь одного, ну, или живешь? Если я кого-то убью, пойдет мутейшн. Да, а в респонсе что? В респонсе тут сейчас возвращается просто список всех чуваков. То есть, я не особо заморачивался с этим примером. Можно было возвращать какого-то определенного чувака. Идея в том, что вы можете вообще ничего не возвращать, если вам не надо. В данном случае я возвращаю всех, чтобы просто обдейтнуть стору со всеми персонажами. Вот. Этот пример, кстати, может не работать под каким-то там Safari, Firefox и Chrome, потому что он не кроссбраузерный, там может где-то верстка поплыть и так далее. И вы можете найти по следующей ссылке и есть GitHub-репозиторий, где я указал полезные линки, что я использовал. И там вообще он в принципе рабочий. Вы можете зайти, попробовать, и у вас все получится. Вот. То есть, вам не надо ничего доставлять. Вот. Вот вообще ничего даже доставлять. Вы такие склонили, NPM install и заранили его. И все. И все работает из коробки. И это на сегодняшний день, пока кто-то не обновил какой-то пэкэдж. Потому что бывает так, что у вас может что-то не работать, потому что кто-то обновил что-то. Вот. В принципе, это все, что я хотел вам рассказать. Я, наверное, спешил слишком, потому что думал, что не успею. Если у вас есть какие-то вопросы, давайте. по поводу кэшица. Да. Конечно, не пробуем. У меня есть вопрос, я бы сегодня не помню. Хорошо, у меня есть вопрос по поводу кэшица. Да. Если, допустим, я затянул уже данные, кто-то изменил их. Да. Да, в следующий раз они потянутся. Да, я могу сейчас открыть это, допустим, в другой вкладке. Просто как... Я верю. Да давай, попробуем. Вот. Я кого-то убиваю со старков, захожу сюда, и он не убит. То есть, у меня баг, оно, в принципе, должно работать. Ну, то есть, если бы я, допустим, обновил страничку, то он бы заработал. То есть, вот видишь, то есть, все тебе подтянулось. Да, это с WebSocket как-то можно? Да, мы используем WebSocket для того, чтобы хендлить нашу сессию. То есть, у нас, допустим, когда вылетает сессия по времени, мы показываем клиенту попап, что у тебя сессия закончилась, обновись. Да, зима близко. Ты такой можешь обновить свою сессию и так далее. в GraphQL у каждого объекта GraphQL Object Title, о котором я говорил, есть метод Resolve, который вызывается, если вы тянете определенный тип. Вы можете в этом Resolve принимать Root Value. Root Value вы задаете, когда вы инициализируете Middleware. то есть, там может быть request, session, все, что хотите. И вы можете непосредственно в самом GraphQL получать все данные из request, response, что хотите, то и делайте. У меня еще немножко такой момент неочевиден. То есть, я с UI прямо делаю запрос в базу? С UI ты делаешь request на сервер, который хендлит этот request и отправляет какой-то response. Я вот понял. что именно есть схема. Схема это то, из чего состоит GraphQL. То есть, ты описываешь схемой все свои как бы запросы, которые могут быть у тебя. И на каждый запрос, на каждый там из запросов ты описываешь Resolver, который тебе должен что-то вернуть по определенному Quake. И все, в принципе. И ты можешь в этом Resolver издать промиссы, допустим, делать какой-то реквесту базу, подождать, вернуть. В моем примере я не подключал базу данных, чтобы просто сделать это быстрее, но в теории вы можете поставить Mongo и в каждый Resolver написать там дай мне каких-то данных, подожди и только тогда сделай веб-турм. А можно типа браузер пуш или развивать? Не знаю, не пробовал. Но в теории о том, что говорил, спрашивал Нодар, да, вот это скорее всего реализуется с браузером пушем, то, что ты спрашиваешь. Так что это даже не то, чтобы дефект, потому что это типа вот я апдейтил это в одной страничке и как бы мой клиент не знает о том, что в другой что-то изменилось. поэтому я спросил за веб-сокет. да, с веб-сокет и можно, конечно, браузер подключить. Вот. Ну, а вообще он как-то коннектится напрямую к веб-сокету так, чтобы слушать соединения запроса? Нет, веб-сокете вы создаете отдельный инстанс где-то в своей реакт-компоненте на какой-то рутовой реакт-компоненте создаете инстанс веб-сокете допустим на логин. И ваш сервак знает, что когда этот инстанс создался нужно что-то сделать. И все вы потом обвиниваетесь сообщениями, если что-то нужно. У вас по ремоуту есть какие-то вопросы? Вы вообще поняли, о чем я говорил? Я не был слишком быстр. Вы здесь, а то так тихо. отлично. Я думаю, что ты сделаешь как мяч на миг. То есть все молчат. Все молчат просто. Нет, на самом деле много чего тут было непонятно, но я просто с реактом не знаком был до сих пор. А ты работал с реактом до сегодня? Ну, точнее, видел что-то, то, что связано с реактом? Нет, нет, в этом мы всяком учили, собственно. Да, если бы презентация рассчитана на людей, которые попробовали реакт, тогда было бы немножко понятен, наверное. Да, понятно, что такое существует и откуда это все произошло. Да, но если бы, допустим, ты хочешь попробовать графпл, тебе не надо знать, что такое реакт. Ты можешь зайти на этот пример, написать слэш графпл и увидеть вот эту иде, где ты пишешь реквест и получаешь какие-то респонсы. А потом зайти на гитхаб и посмотреть в папочке сервер, как реализована эта схема. И ты, в принципе, можешь использовать этот графпл сервер с какой-то другой клиент архитектурой, но тебе надо будет изучаться непосредственно самими запросами, потому что они выглядят не очень просто. Вот. есть ли еще какие-то вопросы у тех, кто по ремоуту? Да, у меня есть вопросы. Да. Как можно сделать больше, чтобы скрешать? Да, ты легко, ты заходишь в любого чувака и просто жмешь на него еще раз. Красный крестик говорит о том, что он как бы умер, может эту белопрышую, пожалуйста? Вот эту? Нет, из этой. Из старевичей. Из старевичей, пожалуйста. Она меня давно бесит. Вот, смотри. Спасибо. Как бы. Вот. А вот этот молокосос уже живут? Какой? Вот этот, да, ну как бы может весной что-то с ним случится. сейчас можешь почитать книжку, там быстрее выходят серии. Да. Я его уже не видел на этом сезоне вебали. Да, Что-то забыл. В общем, вот такой вот пример, такие технологии. Я, наверное, спешил, потому что хотел успеть показать все. Так что, если у вас какие-то либо вопросы есть, в Appointment есть мой email, вы можете смело писать, не задавать их. У меня не получается поднять твой пример ты соврал. Типа, как-то так. Так что. Я хочу напомнить, что сегодня в том случае будет блок у вас. Вот, ссылочка на видео и на все остальное. Так что, ну, будет еще такой, но так. в принципе, есть возможность задавать вопросы, есть возможность написать, звонить, я думаю, Миша не против. Да, Миша? Конечно. Ответы. Выходите, вы будете и Миша говорю, а, 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 вот. Вот, реакция, здесь еще не одна резинбация, у нас помещают наши в в сделать еще ряд докладов. Вот, можно даже быть интересным. Вот, и, Миша, спасибо тебе, Решуя, за сегодняшнюю презентацию, за связь с именами престолов. Пожалуйста. Вы мастер-клубра, мне понравилось. Увижу вас через, услышу, вернее, ослышимся через две недели, вот, и, скорее всего, это будет последняя презентация в том, потому что мы уходим на выходные каникулы. Интерес карман. Да, чем-то того. Всем пока, всем хорошего дня. Пока. Пока.